Друзья, привет! Про него было даже написано, что в большинстве песен, которые звучат по радио, на барабанах играет именно Джош Фрис. Партия, на мой взгляд, интересная. Основа куплетов и припевов обычно одинаковая, но добавляются мелкие нюансы. Меняется бас-барабан, добавляется хай-хет, добавляется синкопа в малый барабан. В принципе, если у вас не будет желания учить все эти мелкие детали, то не страшно. Мне было интересно посмотреть именно оригинальную партию со всеми этими мелкими деталями. Когда я снимаю партии, я всегда стараюсь снять их максимально близко к оригиналу и понять, почему барабанщик играет именно эти ноты, именно в этот музыкальный момент. Это очень и очень интересно и очень развивает. Перед тем, как мы перейдем непосредственно к треку, немного общей информации. Друзья, если вы хотите меня поддержать, то вы можете сделать донат через мой сайт. Ссылка будет в описании. Также я занимаюсь преподаванием в Санкт-Петербурге, либо по скайпу, если вы из другого города. Поэтому, если вы хотите научиться играть на барабанах или продолжить свое обучение, улучшить какие-то моменты, пишите мне. Ссылки будут на мои контакты в описании. А теперь давайте разбирать трек. Минус и ноты вы можете скачать по ссылке в описании. Я сначала отыграю весь трек целиком под музыку, а затем медленно по частям мы его разберем. Единственное, живые ударные вступают здесь с первого припева. И тут сначала идут клавиши, затем клавиши с вокалом, потом включаются электронные барабаны. Поэтому, чтобы долго не ждать того момента, когда я наконец-то начну играть, мы начнем чуть ближе уже к вступлению живых ударных. Я включу трек с барабанного лупа. Но, само собой, минус будет целиком, и вы сможете в полной мере насладиться замечательным вокалом. Итак, давайте смотреть. Субтитры подогнал «Симон» 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 Теперь переходим к разбору. Мы начинаем с припева. Он играется в райд. И основа всех припевов один и тот же рисунок. Давайте посмотрим, как он выглядит. И во всех припевах в четвертом и в восьмом такте этот рисунок будет меняться. Где-то больше, где-то меньше. Давайте посмотрим, как выглядит четвертый и восьмой такт первого припева. И в конце припева перед переходом на второй куплет есть такт, где мы не играем. По сути, это девятый такт первого припева. И затем мы переходим на куплет. Он состоит из девяти тактов. Также есть девятый такт, в котором мы не играем. А первые восемь тактов — это двухтактовый рисунок, который повторяется четыре раза. Давайте посмотрим, как он выглядит. Теперь переходим на второй припев. Основной рисунок, как я уже говорил, такой же, как и в первом припеве. Отличаются четвертый и восьмой такт. Давайте посмотрим, как они выглядят. Субтитры сделал DimaTorzok И вот здесь появилось первое заполнение, в котором Джош Фрис параллельно с руками играет еще и бас-барабан. Я в одном из видео назвал такие заполнения заполнения по Дэйву Гролу, потому что на тот момент я только у него замечал, что он очень любит это делать. На самом деле многие барабанщики, особенно тех годов, очень часто используют бас-барабан во время заполнений, усиливая тем самым его. По-моему, это действительно классно звучит и может придать мощь вашему заполнению, поэтому обязательно возьмите на вооружение. Поначалу это может быть сложно. Совпадение бас-барабана с малым барабаном иногда вызывает трудности, но в принципе практика, как обычно, и все получится. Теперь бридж. Он достаточно длинный, состоит, можно сказать так, из двух частей, более мощный и более лайтовый. Сначала поговорим про мощную часть. Она состоит из 8 тактов. Давайте посмотрим, как она выглядит. И вот здесь в 7 и 8 такте также есть заполнения, в которых используется бас-барабан. Но в 7 такте там 1 бас-барабан на 4 удара, а в 8 такте 2 бас-барабана на 4 удара. То есть первый раз бас-барабан четвертями, а второй раз восьмыми. Вот почему это происходит таким образом, я так и не понял. Какой принцип? Может быть, просто вот так вот в тот момент ему захотелось. Если есть желание снимать таким образом, снимайте. Нет желания, можете выбрать какой-то один вариант. Всегда играть восьмыми или всегда играть бас-барабан четвертями. И переходим на следующую часть бриджа. Она также состоит из 8 тактов. Она более легкая, играется в райд. И здесь играется половинное время. То есть малый барабан играет только на третью четверть в такте. Давайте посмотрим, как выглядит эта часть. Продолжение следует. Двигаемся дальше, куплет номер 3 Фактически это тот же куплет номер 2 Но с различными добавлениями в бас-барабане, в малом барабане Акценты в крэш дополнительные И плюс заполнение в самом конце, в восьмом такте Давайте посмотрим, как он выглядит И давайте посмотрим отдельно заполнение Двигаемся дальше, припев номер 3 Основа у него такая же, как и у первого и второго припева Но чуть большие изменения Не только в четвертом и в восьмом такте Но и в третьем и в седьмом Там добавлены еще шестнадцатые в малый барабан А также этот припев отличает то, что на начало каждого такта Играется акцент в крэш Субтитры сделал DimaTorzok Итак, мы добрались до концовки Она состоит из шести тактов Все элементы нам уже знакомы Мы играли их и в припеве, и в бридже Давайте посмотрим, как она выглядит И в самом последнем заполнении Мы играем просто четыре удара в малый барабан Там вообще отсутствует бас-барабан Видите, то один, то два, то вообще нет Ну и конечно же мы вешаем сильную долю На начало следующего такта И восемь тактов играет барабанный луп И на этом песня заканчивается И мое видео тоже Спасибо большое, что смотрели Если есть вопросы, пишите, не стесняйтесь Я всегда на связи И до новых встреч в новых видео Пока